Дима зависимый алкоголик. Милостью Божией. Благодарю высшую силу, группы, людей. Сегодня я чистый, трезвый. Пять лет и восемь дней. Да, что-то я разволновался, так нормально приехал, так народу собралось, так я потерялся, короче. Ой, я постараюсь, мне хочется что-то рассказывать, начинать про свое детство, про свои, чтобы все там услышали, пожалели. Я не хочу, я хочу остановиться на более таких, на фактах. Здесь нет случайных людей, я не знаю, как я, то есть, я здесь, значит, я больной человек, у меня есть проблемы. Здесь нет случайных людей, здесь все люди, у которых была проблема, есть проблема с алкоголем, с наркотиками, вот. И как кто сюда дошел, это не важно, каждый оттолкнулся от своего дна. Я так постараюсь остановиться на определенных там фактах. Первый раз осознанно вот так быстро пробежаться. Первый раз осознанный мой прием алкоголя был, когда вот именно мы замутили там с друзьями в 13 лет. Это я как, вот первый раз всегда помнишь, как девственность теряешь, короче. Мы были на танцплощадке, коротко, я в Белоруссии, как бы, продукт таких Советского Союза, 90-х, все эти дела, этой культуры той. И мы первый раз там были ребята постарше двое, и я с ними, мне было 13 лет, мы осознанно выпили алкоголь. И вот этот вот осознанный первый прием алкоголя в 13 лет, я вот задавался вопросом, когда я понял, что я алкоголик. Вот тогда я уже, я этого не знал, но тогда я понял, что что-то со мной произошло, я почувствовал непонятное изменение сознания, вдруг все во мне переменилось. Я почувствовал какую-то непонятную силу, на тот момент это как высшая сила, вот эта темная черная сила, она меня просто накрыла, я помню этот вечер очень хорошо, я просто летал. И с тех пор, я не скажу, что я понимал что-то, не понимал, но как-то в моей жизни алкоголь стал присутствовать постоянно, на какой-то основе, но тогда это еще не было каких-то там запоев. Все бухали вокруг, вот я с ними, но вот сейчас уже, когда уже на программе, я понял какие-то нюансы, моменты такие, что у нормальных людей этого не было, я отличался от нормальных людей. То есть я мог выйти из секции каратэ и идти, они, а куда ты? Я говорю, а пойду возьму бутылочку пива. Для меня это было нормально, пойти выпить, хочется пить после каратэ, выпить бутылочку пива. Для людей это как-то было ненормально, но я не понимал, мы там вечерами выходили каждый вечер, еще там 16-17 лет, сидели около подъезда, разговаривали, играли на гитаре и выпивали. Ну, так вот жизнь протекала, алкоголь был всегда со мной, я понимал, я тогда не понимал, 2-3 дня, если я проводил без алкоголя, мне становилось немножко неуютно, плохо, растерянно, я чувствовал себя неуверенным. И мне надо было маленький дознячок, я не напивался еще в то время, до каких-то таких, еще как бы не было таких серьезных проблем. Вот, были случаи, но первый раз я понял, что что-то со мной не в порядке, конкретно, когда я попал служить вооруженной силой Республики Беларусь. И там в связи с таким, ну, нюансами закрытости, я оказался без алкоголя на 3 недели где-то, так, и я почувствовал, что, блядь, что-то происходит со мной ненормальное. Я не могу разговаривать, меня все пугает окружать, окружающая вот эта обстановка, мало того, что попадание в армию это и так шок, как бы, да. И люди вокруг, и мне страшно, я не могу спать, и я конкретно знаю, что я хочу показать себя, не могу там, ну, там все ходят на меня, посматривают, кто ты есть, там, как бы, первое время вот это определение, кто там, что там, как. Так, вот, ну, благополучно там друзья приехали ко мне, привезли все, и я там уже, все нормально уже, со всеми быстренько сдружился под этим делом, стал разговаривать, вот. Ну, и как-то так пошло все, после того, как уже там в армии там я нашел источник, и все было нормально. Также употребление продолжилось, опять же, еще это было такое, как бы, нету проблем. Но самое смешное, когда я был, уже будучи на программе, я первый раз был 30 дней чистый и трезвый, по-настоящему, я вдруг осознал весь кошмар вот этого вот, что я на самом деле 30 дней чистый. То есть, это реально 30 дней, начиная там с 13, ну, там, начиная там с 13, там, с 14 лет. Это меня поразило, честно говоря. Вот. Ну, так вот, продолжалось все по развивающейся конкретной схеме. Начиналось, начиналось все это по возрастающей. Я в 23 года уехал, много уже пил в молодости, уже много, уже были проблемы, попадание в милицию, там, какие-то, просыпался где-то там на улице, у меня крали там шарфы, портмоне потерянные. Ну, еще все не было критически, какие-то травмы, избиения, ну, я думал, это вот жизнь, вот это такая вот жизнь. И все так живут, вся молодежь, все окружение вокруг, вот это моя жизнь. Приехав в Израиль, я познакомился с наркотиками, и вообще жизнь стала замечательной, короче. Алкоголь, наркотики, все прекрасно. И все это усугублялось. На этой волне я женился, тоже, все под этим делом. Почему бы мне нет, такая вот пришла алкоголику мысль, как пишет, почему бы мне не жениться. Если я не женюсь, я буду какой-то не такой, надо жениться. То есть это не было какой-то там брак по любви, там, или что-то, вот просто там, оказалось, вот хорошей девочкой, надо с ней это. Жениться на ней, все. Естественно, это привело к кошмару для нее, для меня. Я испортил жизнь всему человеку, но у меня родился ребенок в 26 лет. Все усугублялось конкретно. Но я еще не признавался себе, что какие-то у меня есть проблемы. Как-то так. Я был в иллюзиях, потому что вот эта вот темная сила, она зашторивает, она, вот как написано, алкоголь хитрый, властный, сбивающий с толку. То есть мне уже говорили, мне уже там и жена говорила, и родители, и все, говорит, братан, у тебя, у тебя, ты ведешь себя, у тебя проблемы. Нет, у меня никаких проблем нет, это у вас проблемы. И когда меня бросила жена, ушла, я не ставил, что это она такая вот нехорошая, а никакие, проблем у меня нет. То, что я там пропадаю в баре, постоянно убитый, под наркотой, постоянно бухой, забил на семью. То есть я мог такие вещи говорить, разные, кошмарные, там, типа, там надо купить кроватку, там, какая кроватка, нормально, это кроватка. То есть у меня мозг работал в таком формате, что вот ни хера себе, это я куплю, это мне не останется, значит, мне меньше будет побухать. Как в том анекдоте, говорит, ценные, на водку, понимаете, мы, говорит, мы меньше пить, нет, мы будем меньше кушать, говорит. То есть вот такое мышление, и тогда это была моя реальность, и я, ну, я не, для меня это была правильная жизнь, то есть те вокруг виноваты, никаких проблем у меня нет, меня никто не понимает, вот это эгоистичное мышление зависимого человека. В итоге перевело к лаху, жена ушла, я, это там, как бы дало мне такой толчок, какую-то причину, что я могу очень конкретно сильно бухать, и я это начал делать, параллельно употреблял еще вещества другие в активной форме. Ну, и где-то уже, где-то к 32-м годам я уже начал немножко признаваться сам себе, что у меня таки, да, есть какие-то проблемы с алкоголем, то есть я не могу, тормоза отказывали, я начинались запои двух, трех, четырехнедельные, и я не понимал, ну, как бы, я не понимал, блин, как-то новая, новая такая реальность пришла, что-то, как так, не понял, там, начинаю в четверг, заканчиваю в следующий четверг, и мне очень тяжело, мне плохо, меня разрывает, я не могу, мне больно, мне страшно, что происходит. Я влез во вторые зависимые отношения, меня нашелся, девушка нашла меня, она завидовала, ну, короче, тоже с такими, вот у нее там вся семья алкоголики, то-се, она там потерянная, там, Слав кидалась по бабушкам, ну, так это, бабушки воспитывали ее, кидали и в семьи, в семью там, и вот она меня нашла, и мы с ней стали жить, вот там началась самая жесть, я реально, я реально, бухал, все рушилось, и вот эти вот созависимые отношения, там, месяц-два в запое, выхожу, месяц я на коленях прошу прощения, и вот этот вот, вот этот вот, вот этот вот замкнутый круг, вот этот вот непонятный замкнутый круг, начались, вот начался алкогольный вот этот кошмар весь, уже такие проблемы со здоровьем были, и от меня начали отворачиваться люди, вдруг меня никто не приглашает, там, на день рождения, потому что знают, если Дима придет, это день рождения, день рождения будет веселый, короче, вот, он закончится, либо я там валяться где-то под столом, либо я там начну с с кем-то ссориться, драться, там, ну, короче, все очень плохо усугублялось, в итоге, первый раз это привело к такому серьезному кошмару, первую, у меня была белая горячка настоящая, я был напуган, это был для меня первый такой кошмар, ужасно алкогольный, я вообще, я вот, меня вот сейчас даже спрашивали, помню, вот сейчас спрашивают, вот, ну, так, или я себе думаю, вот какой бы ты вот взял бы там, чтобы врагу, вот так такие, у меня такие, больные фантазии, вот, дал бы ты врагу какому-нибудь, чтобы узнать секрет какой-то там, взять, я бы ему сказал, пускай он переживет белку, белку вот, переживет вот эти вот дни, 3-4 дня вот этой вот белки переживет, вот это будет у него, не надо там ему там в тиски затягивать, там пальцы, мучить его, бить его, просто пускай вот поварится вот в этом супе дня 3-4, после месячного там запоя, и вот эти кошмары начались, и я пришел к мнению, что мне надо что-то с собой делать, и моя тогда гражданская супруга сказала, что все, края, и я пошел и подшился, короче, я думал, это выход, меня прокапали там 3, сказали, все, ты больше пить не будешь, я сказал, ура, и через месяц мне стало очень плохо, короче, я не понял, почему мне так плохо, буй за руку, оказывается, проблема-то, это уже потом узнал, не то, что в алкоголе, с алкоголем были время, что я на мышце там мог месяц продержаться, три недели, а мне жить в этом мире страшно, кошмар, это враждебная среда для меня, я ничего не знаю, ничего не умею, я не могу общаться с обществом, я вообще ничего не мог, и у меня через месяц смотрела, с тобой все нормально, ты спать со мной не хочешь, там, ты какой-то, я говорю, а мне, а я говорю, да нормально все, мне плохо, плохо, я не могу, меня разрывает, вот, ну и, ну, тут же я нашел заменитель, стал употреблять наркотики, вот, ну, это мне дало такой, как бы, петарон, ну, как освобождение немножко, но все равно, через полгода мы поехали в Будапешт, это, отдыхать с ней, ну, и там я уже, типа, все, расслабился и начал бухать опять, и тут же так наверстывать очень быстро, то есть, в Будапеште я там потерял золото, там, короче, отдых был такой по полной программе, я где-то проснулся в парке, в ужасе, что в другой стране, и с вопросом, как я здесь оказался, и вот был такой момент интересный, вот, другая страна, вот, я вроде бы, как бы, еще так прилично надет, там, проснулся утром, я захожу в ларек, там-то продаются книжки туда-сюда, я захожу, и глазами ищу, мне надо срочно похмелиться, и вот я зашел, и вот он, я такой смотрю глазами, а он ничего не спрашивает, говорит, good morning, и дает мне местный вот этот вот шкалик, и я такой, о, thank you, беру, так воплотил, выхожу, пью, а потом мне приходит осознание, блядь, а почему вот он меня увидел и решил, что мне надо, то есть, я вот уже так выглядел, то есть, мне было на лбу написано, что мне надо, то есть, я выглядел уже как алкоголик, продолжилась вот эта эпопея, еще несколько, еще год или два, и ничего не мог с собой поделать, все усугублялось, этот кошмар, и, ну, так, привел меня, там, к попытке к самоубийству, я там, как бы, я вот сейчас говорю, но сам не знаю, может, я лукавлю, сделал бы я что-то или нет, но готовность такая была, что это был такой кошмар, я не мог терпеть уже боль эту непереносимую, от того вот этот вот приход к моменту, когда ты можешь, уже не можешь пить, и пить ты не можешь, короче, я еще помню, к доктору зашел туда в поликлинику и говорю, мне надо помощь, как медицина Израиля может мне помочь, она говорит мне, а что, я говорю, ну, вот я пью, я не могу мне, я сейчас, ну, не могу, я боюсь, что я умру, я говорю, я пил вот сейчас, там, выпил, а на сколько ты выпил, я говорю, ну, я со вчерашнего дня выпил, там, два литра, она говорит, такого быть не может, ты бы умер, я говорю, нет, я же не умер, говорю, то есть, по факту, вот, я вот вначале хотел еще группы сказать, что вот, само чудо, что здесь все сидят, мы иногда ищем чудеса Бога, но само чудо, что здесь здесь сидят живые, и, ну, в итоге, я что-то там сделал, какую-то петлю на, с ремня, и там у меня была бутылка, я ее допил, короче, встал такой, и вот, я сейчас понимаю, что это было, вот это вот было божий промысел, у меня произошло какая, я то ли зацепился за ногу, за ногу, то ли сильно уже был выпивший, пьяный был, я просто упал лицо, у меня какая-то вспышка в голове произошла, упал сильным лицом, ударился головой об это и потирал сознание, я так думаю, либо меня просто кто-то высшая сила отключила, я проснулся и испытал очень жуткий страх, и я пошел просить родителей, первый раз помощь, мне надо что-то делать, и они мне послали кодироваться, я закодировался по методу Довженко в хайфе, и вдруг я себя почувствовал хорошо, на самом деле вдруг какое-то такое было прозрение, может из-за этого случая, может нет, оно продолжалось пару месяцев, потом образовалась дыра, мне стало так плохо, что я, я не могу это чувство описать, мне было больно, то же самое, вот эта вот воронка, я вот утром просыпался, открывал глаза, спускал ноги с кровати, и так, а мне уже херово, а мне моя говорит, а что, ты же, как так, ты же не пьешь, счастливый быть, я не знаю, мне плохо, ну и на смену пришли наркотики, и они пришли так очень активно, быстро, и я просто начал употреблять сначала легкие, потом потяжелее, никогда не кололся я, но употреблял героин и пробовал там, и все эти, не буду называть, короче, ну они мне дали петарон, но через несколько месяцев, 5-6 месяцев, моя тогда гражданка сказала, она говорит, подожди, говорит, я опять потерялся, но не было вот этого, ну запоя, вот этого кошмара, я постоянно просто убитый был, и она говорит, а мне это не надо, говорит, что с тобой происходит, ты одно другим заменил, и когда при мысли, она сказала, все, нет, такого не будет, и вот меня ночью посетила вот эта ужасная мысль, говорит, что я опять останусь без чего, я пришел, сказал, я с тобой расстаюсь, мы больше не будем вместе, и я ушел от нее, и мы связались с подругой, с одной познакомились, и начались такие отношения, сектор к нолу, наркотики, начал употреблять с ней вместе, это протянулось 2 года, вот, но тогда я уже вдруг познакомился с программой, я уже познакомился с программой, меня отправил тот социальный работник, я к социальному работнику ходил, он говорил, сказал, походи на программу, и первый раз, вот, здесь присутствующий человек сидит, Володя, меня забрал с магазина, где я работал тогда, и привел на группу в Ариэле, на группу параллельного сообщества, анонимных наркоманов, там сидел Даник тоже, первый раз, когда я пришел, я сказал, пришел, посидел, я что-то почувствовал, что, ну, по крайней мере, меня здесь слышат, и мне здесь не страшно, ну, она была группа на иврите, мне плохо понималось, и вот, парадокс, не понимаю, никакого хотения, постоянно там, начиная ходить, я не понимал, зачем я хожу, что я там забыл, мне те люди какие-то сидят тогда, сколько, 23 тебе года было, сидят какие-то малолетки, что я тут делаю вообще, кто-нибудь, это мама, наверное, послала, этот вообще не это, ну, потом углубляюсь немножко, вот такая вот эпопея у меня, где-то было полтора года с этим сообществом, полтора года ходил на сообщество, страдал, я не мог остановиться, врал, получал медальки, говорил, что я чистый, но я употреблял, я пришел, говорю, у меня, я 18 дней без алкоголя, и, как бы, все нормально, только вот курю, говорю, мне такого не, ты не говоришь, что ты чистый, там, туда-сюда, было вот непонятно, вот такой период, какой-то, я не могу даже его определить, описать, вот полтора года хождения на группы, употребляя, я вот перед группой шел, мог употребить, сказать, там, я 7 дней чистый, там, всего, похлопали, ништяк, а зачем, а потом выхожу, а зачем, вот непонятно, что, во мне боролась, вот, две силы, это темное, светлое, боролись во мне, и когда-то должно было что-то произойти, я еще забыл сказать, как бы, предисловие, когда закодировался, я не употреблял алкоголь с 15-го года, 17-го, 17-го декабря 15-го года, и, как бы, где-то больше года я не употреблял, только наркотики употреблял, не употреблял алкоголь, а в Праге я поехал с дочкой, там, там, еще с одной, и там я сорвался на пиве, и с 15-го года, такое, ну, как бы, это не важно, но такая ремарка, вот, интересно, для людей, может быть, будет такой опыт, потому что я об этом рассказал, и мне однажды сказал человеку, вот, слушай, у меня была иллюзия, что я могу, там, типа, вот, перейти на легкое, там, пиво, и мне это поможет. Последних два года, вот, перед моим очищением, я, у меня был пивной алкоголизм, это был пивной, я не употреблял никакой алкоголь, кроме пива, я вот с 15-го года, как закодировался, ну, последних два года я пил только пиво, это, поверьте мне, очень страшно, и употреблял наркотики, и пиво еще хуже, потому что я, мой дозняк был 8-9 литров в день, у меня были отекшие ноги, убитая печень, я ничего не ел, но я пил, отекшее лицо, и это страшно, ты постоянно пьешь, и не можешь ничего с этим поделать, и вместо воды, хочется пить, ты пьешь пиво, это тоже, никакой, не иллюзия, иллюзия того, что, а, если я с крепкого перейду на пивко, нет, нет, это не мой вариант, в итоге что-то произошло, это было 1 июля, я сказал, я больше пить не буду, все, ходил на группы, да что-то такое, почему это происходит, и я не выдержал, я сказал, все, сегодня я не буду, но включилась тяга, я уже все, я начал, я бегал по гене, там, ну, хотел с головой об стены биться, это я уже ходил на иней, как бы на группы, ну, я пропал, там, срывы были, я там, удувалась был чистым, две недели, месяц, по-настоящему я, может быть, месяц был чистый, за эти полтора года, один раз, а так там, и получал, и говорил, что три месяца, но периодически врал, употреблял, как бы, был такой вот период у меня, и что-то случилось, я не выдержал, без 10, без 10, я помню, последнего употребления, без 10, 11, перед тем, как закрылись, я побежал в киоск, и кричу, дай мне быстрее, там, за три минуты я успел, дай мне быстрее, пиво, он мне дал, какое самое крепкое, я выхватываю бутылку, открываю, и быстренько начинаю пить, ну, за того, что запыхался, я эту бутылку, захватил, и вот этот эффект получился, что оно зашло мне так, и я начал захлебываться, я начал захлебываться, и дыхание перекрыло, в легкие попало, я упал на четвереньки, меня скрутило, в глазах темно стало, я чуть, ну, начал, ну, не могу дышать, этот испугался, чуть анбуланс не вызвал, я ему мухаю, не вздумай вызывать, и меня вот, выворачивает, там, крутит, у меня кое-как я отошел, кое-как я вдохнул воздуха, и я такой, сел на земле, он у меня смотрит, я вызывал амбуланс, я говорю, ничего не вызывай, все, спокойно, полопались у меня, там, капилляры, лицо, все, я такой, голова там, чуть не было, вот это, ну, нехватки воздуха, чуть не задохнулся, и потом я поднимаюсь, отряхиваюсь, открываю вторую бутылку, и начинаю пить, у него глаза были, он говорит, ты что? да, и вот я выпил эту бутылку, и пришел домой, еще одну, сколько у него купил, еще одну, и начал, и все, мне стало очень плохо, я начал там плакать, на полу крутиться, валяться, началась эта белка, я не знаю, мне стало настолько страшно, что я вот, я включил свет, я выключал, я не находил себе места, я не знал, что мне делать, я ползал в ванну, какой-то кошмар начал, и вот я встал на колени, начал, это серьезно, я начал молиться, не знал, как просто, он уже был знаком с программой, же там, Бог, там, то, и заснул, а утром я встал, и вдруг почувствовал, что что-то не то, вот это вот момент был, потом я узнал, что духовно такое пробуждение было, я встал, и у меня было состояние, такой полной убитости, я был очень слаб, я чуть поднялся, кое-как, и состояние такое, как будто вот переболел, там, долго ангиной, или чем, и слабость, но я не, но я чувствовал, что что-то не то, я вышел, сел на стул в салоне, птички поют, а кто такой в ушах гул, и я так сижу, такой думаю, что происходит, и тут приходит мне мысль, что мне не хочется пить, пропала тяга, то есть я вот так сижу, такой, стоп, как так, я заметался, мне стало немножко, так неуютно, я позвонил сестре, говорю, Вика, что-то со мной так не то, я не знаю, блин, что-то я вот сейчас проснулся, а у меня состояние непонятное, мне не хочется похмелиться и пить, нет вот этого ужаса, пешмара этого, ну так радуйся, я на работе не отвлекаю меня, и все, ну и прошел день, какой-то такой непонятный, я лег, выспался, проснулся, и вот пришел на группу, и объявил свой чистый день туда, это было 2 июля, 5 лет назад, и вдруг, и как-то, вот тогда у меня пошло все по-другому, я на самом деле чувствовал внутри себя, в душе, какую-то силу, Бога, и блин, я готов был делать все, то есть принцип хождения, вот я сейчас, хождение мои на группы, то-се, это я всегда обманывал сам себя, я всегда, ну хожу, для чего я ходил, потому что у меня была иллюзия, что я хожу на группы, и вроде бы, поменьше меня стало там, кидать, запои, вот эти, поменьше я смог, как, и мне казалось было, что я контролирую, вроде бы, так все херово-херово, придешь там, посидишь, с ребятами, вроде выходишь, вот подрядился немножко, я начал использовать, тогда в то время, сообщество Ильней, как такой петарон, ну не хотел по-настоящему прекращать, вот, с того момента я стал выздоравливать, ну и начал делать то, что рекомендовала программа, и как-то все пошло, пошло потихоньку, ну вот самое было, через два месяца, я вот в такой момент хочу остановиться, пару минут еще, мне такой сон страшный приснился, он был, вот так, сны такие снятся, вот на уровне реальности, когда есть звуковые эффекты, вкусовые эффекты, когда ты утром, когда там что-то снится, просыпаешься, шоколадку ищешь, там приснится сладенькое, ты там что-то ел, такие эффекты, какой-то подвал, такой замызгленный, страшный, и, что-то кто-то плачет, там плачет, и зовет меня, иду такие вот еще, захожу в этот подвал, ступеньки, вот эти запахи, картошки, вот эти все, вот настолько реально было, я иду, иду, какие-то камеры ржавые, и, и что-то заглядываю в одну камеру, там лежит тело такое, все несчастное, волосатый, запах говна, какого-то мочи, такой, этот ужас, и оно так, так жалобно, выпусти меня, выпусти, а я такой, бля, я такой, а кто ты такой, а он поворачивается, я вижу себя, я вот сейчас, фу, фу, мне этот сон приснился тогда, я понял, что, если я сейчас его выпущу, я начну бухать, а другая, я еще отвернулся, посмотрел, лестница наверх, а там свет, и мне там с оттуда говорят, не, не, не открывай эту камеру, эту камеру, эту камеру закрыл на всю жизнь, вот мне реально такой сон приснился, это был тоже такой момент, духовного опыта, и все, ну и пошел я выздоравливать, сообществом анонимной алкоголя, я познакомился, поехав в Белоруссию, начал ходить на группы, и уже вот здесь, в Петахтикве стал, я не знаю, я разговаривал со спонсором, почему я принял решение, вот сделать эти лудеры, потому что я, я не знаю, это может быть внутреннее мое желание, внутренний голос такой, я чувствую, что я должен сейчас делать, вот шаги здесь, я принесу пользу больше здесь, потому что у меня, вот мы разговаривали как-то с Виталиком, что признаться себе, я, у меня нету полного, мысли об алкоголе, у меня возникает жуткий животный страх, при мысли о наркотиках, у меня возникает, ну да, наркотики нельзя, мне их нельзя, потому что это, говорит, программа все, но тем не менее, меня спасали, помню, когда я там на отходниках, в Белке мне привозили, я там на этом отходил, вот, может быть, нету первого шага, вот в наркотиках, но не знаю, я вот знаю все про алкоголь, знаю эти состояния, у меня здесь идентификация, я, может быть, принесу здесь больше пользы, я хочу служить, я хочу приносить пользу, потому что, как бы, пять лет мне, мне спонсор мой говорит, параллельно с Саней, ты, если так решил, давай, но ты должен передавать, ты должен, как бы, начинать отдавать, и мне этого не хватает до сих пор, вот сейчас я чувствую, я пришел такой период, что, ну, в общем, все хорошо, как бы, я начинаю, короче, вот, первая формула, что, вот, я, вот, для чего вообще я хожу на группы, я хочу жить трезвой жизнью, и, потому что я не могу пить, никак, как нормативные люди, это для меня тема закрыта, потому что я больной, зависимостью алкоголик, алкоголик, болезнь прогрессирующая, неизлечимая, смертельная, я не могу пить, совершенно, но я хочу жить весело, получать удовольствие от жизни, и вот здесь я этому научился, и если брать в процентном соотношении, ребята, я чувствую себя на 50, на 60, на 70 процентов, уже лучше с каждым годом, я получаю удовольствие от трезвой жизни, но только, когда работаю по программе, вот, для новичка, сегодня первый день, дай себе, мы, все приходят с сомнениями, не знаю, что ты думаешь, сидишь, сидят люди какие-то, много, что, сомнения, ходи, не надо думать, отключи башку свою, делай, что пишет программа, вот, говорят, делай, ходи, ходи, пиши, пиши, и не призадумывайся, потому что, вот, полтора года моих скитаний, в программе, вот, это были, вот, мои сомнения, а почему так, а почему это, так, а может быть, это неправильно, а когда я полностью капитулировал и стал делать программу, она мне помогла, все, я заканчиваю, слушайте, спасибо, что вы есть, благодаря вашему опыту, благодаря вам, благодаря Богу, благодаря программе, я сегодня живой и счастливый, вот, чем вопрос, быть довольны жизнью, все, спасибо вам, люблю вас, ребята, пожалуйста,